Здравствуйте, это новости. Я Максим Лукьянов и коротко о главных событиях дня. В Кустанайской области снизилось количество безработных. Об этом сообщили на совещании с участием правительственной делегации. Заместитель премьера министра Гульшарабды Каликова и министра труда и социальной защиты Бердебек Сапарбаев рассказали о реализации государственной программы Инбек. Подробно расскажет Болслолий Кенова. Кустанайская область в этом году на развитие сельского хозяйства получила на 10,5 миллиардов тенге субсидий больше, чем в прошлом году. Однако пока получить эти деньги сельхозтовары производители не могут. С чем это связано, подробнее расскажет Татьяна Калюжная. Бурные обсуждения вызвали общественные слушания о переименовании безымянной улицы в честь Дмитрия Герасимова. Кроме этого, от общественности прозвучали и новые идеи и предложения. Подробнее расскажет Камила Салкамбаева. В Кустанай всерьез взялись за спасение браков. При ювенальном суде работает кабинет психологической помощи молодым семьям. Но какое отношение к этому имеет нумерология, расскажет Наталья Басмурзина. В Кустанайской области активно реализуются госпрограммы первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева. Накануне вечером на совещании с участием вице-премьера Гульшары Абдикалыковой и министрами труда и соцзащиты, здравоохранения и образования подробно рассмотрели реализацию программы Янбек. Благодаря этому направлению более тысячи кустанайцев получили микрокредиты для открытия и расширения собственного бизнеса. На совещании с участием правительственной делегации побывала Балслу Аликенова. Программа Янбек у кустанайцев, желающих заняться собственным бизнесом, пользуется популярностью. Об этом на совещании с участием правительственной делегации рассказал о Кимобласти Архимед Мухамбетов. По сравнению с 2010 годом увеличилось число наемных работников на 37 тысяч, снизился уровень безработицы с 5,3% до 4,8%. Принятие в сфере занятость населения, создание новых рабочих мест позволило также усократить уровень женской безработицы. Заместитель премьер-министра Гульшара Абдикаликова, выслушав доклад главы региона, рассказала о реализации программы Янбек в целом по стране. Данная программа очень значимая. Вчера с Бердвек Машпековичем правительством мы рассмотрели ход исполнения этой программы по всей республике. В целом 1,2 миллиона человек охвачены данной программой. 932 тысячи человек являются безработными или 268 тысяч самозанятыми. Всего было трудоустроено 991 человек, из них 695 тысяч человек на постоянную работу. Программа Янбек имеет три направления, одно из которых – обучение выпускников школ по востребованным специальностям. Об этом сообщил министр труда и соцзащиты Бердвек Сапарбаев. В нашей области 28 учебных заведений готовят таких специалистов. Также активно действует программа краткосрочного профессионального обучения безработных. Следующее направление – это развитие предпринимательства. По линии Атамикен совместно с местной исполнительной властью реализуется программа «Бастов бизнес». Только в прошлом году по вашей области было охвачено около 9300 человек. Получили гранты 118 человек и в этом году грант будет выделен не менее 980. По третьему направлению, благодаря центрам занятости в области, трудоустроены 25 тысяч человек, в том числе на социальные рабочие места, и молодежную практику – 2000 человек. Министр труда и соцзащиты поднял проблемный вопрос заключения трудовых договоров. Он призвал местные власти обратить на это внимание. К сожалению, у нас продолжается прием на работу нашими работодателями без заключения трудовых договоров. В результате не соблюдаются трудовые права работников. У нас с прошлого года в республике идет акция заключения трудовой договор. Многие работники не знают. В завершении напомнили еще об одном направлении программы «Инбек» – мобильность трудовых ресурсов. В прошлом году почти 400 переселенцев из южных регионов страны были трудоустроены в нашей области. Еще 30 открыли собственное дело. Алексей Кудрявцев, Болслолий Кенова, РТН. В Кустанайской области, по официальным данным, лишь одно предприятие имеет долг по зарплате примерно в 24 миллиона тенге перед своими работниками. Ситуацию по невыплате на контроле держит глава региона Архимед Мухамбетов. По его словам, уже весной эта цифра может возрасти из-за начала сезонных строительных и ремонтных работ. Этот вопрос, в числе прочих, обсудили на совещании в Рудном с участием правительственной делегации и местного бизнес-сообщества. В Рудном прошло совещание членов правительственной делегации с бизнес-сообществом. Как отметил заместитель премьер-министра страны Гушарабды Каликова, главными условиями развития страны является повышение производительности труда, качества человеческого капитала и уровня жизни. В первую очередь текущая задача не допускать задолженности по заработной плате. Исследования показывают о том, что вот про нашей республике временами мы видим невыплату своевременной заработной платы. На данный момент 1,7 миллиардов долга есть перед работниками. Когда изучили 30% всех конфликтов по трудовым вопросам, это из-за невыплаты, несвоевременной выплаты заработной платы. По официальным данным, мартовские итоги по карте трудовых рисков показали, что Кустнойская область находится в зоне среднего риска конфликтной ситуации, где зафиксированы факторы, способствующие росту социальной напряженности. В регионе есть задолженность 24 миллиона тенге на одном действующем предприятии перед 115 работниками. Здесь по Кустанайской области, как вы видите, есть таблицы около 15 тысяч работников. Работает в условиях вредных, то есть требуется соблюдение всех технологических безопасностей. Есть, к сожалению, несчастные случаи, здесь тоже есть, 15 человек погибло. Теперь нам надо будет, во-первых, продолжить ту информационную кампанию, которую мы проводим по республике, безопасный труд. И второе, обеспечить исполнение дорожной карты по снижению травматизма. По словам министра труда и соцзащиты, в регионе подписаны 56 дорожных карт по управляемому перетоку работников на крупных предприятиях, где трудится свыше 40 тысяч человек. Бердбек Сапарбеков поручил Акимату Кустнойской области усилить работу по выявлению и погашению задолженности. По группе компаний «Олимпийский риск» и открытые договоры «Олимпийский риск». Но по каждому хозяйству у нас есть дорожная карта, совместность с фондом заболеваемых кредитов. У нас по ИВУ, где сейчас в прошлом году они вошли, сейчас ситуация стабильная, там проблем никаких нет и непредвидим. По каждому экспорту стык и отмеке, в основном уходе, у нас хозяйство нет в области. Остальные наши хозяйства стабильно работают. Немало представителей правительственной делегации говорили о социальной ответственности работодателей в отношении социально уязвимых категорий работников и поручили рассмотреть возможность по приобретению для них жилья, ремонта, оказания материальной помощи, создания гибкого режима рабочего дня. Помимо совещания, правительственная делегация также посетила в Рудном многодетную семью и учебный центр АОСС ГПО. Хамзан Рпиисов и Татьяна Калюжная, РТН. Министр здравоохранения посетил сегодня Федоровскую центральную районную больницу. Елжан Бертанов пообщался с пациентами и медперсоналом. И в ходе разговора выяснились некоторые проблемные моменты. К примеру, длительное ожидание приема врача. Подробнее расскажет Наталья Басмурзина. Министр здравоохранения Елжан Бертанов сегодня утром продолжил посещать медицинские объекты Кустанайской области. Сегодня он побывал в Федоровской центральной районной больнице. Первым делом он пообщался с пациентами. А полону вам кто дал? А здесь? А здесь? 300. Время приема 11.44. Правильно? Да. А сейчас у нас сколько? 10.30. Так вы уже сколько ждете? Не давно. А знаете что, да? Чуть-чуть целый час сидите. У нас на полпятого. А? На полпятого вечера? Полпятого вечера? Да. Вы что, до вечера здесь будешь сидеть? Ну, мы этот полон взяли, и нам приехали. А из села они пораньше приезжают, там утром? Все, вопрос не в том, что они же приехали и здесь получили. Так? Если бы узнали, что полпятого, полпятого мы приехали. Это хорошо, что есть доктор, есть, что на него к нему люди идут. Это здорово. Ну, здесь вы сядьте сами и посидите до четвертого. После беседы с пациентами Южан Бертанов пообщался с медперсоналом. Министр интересовал график и объем работы врачей. Выяснилось, что некоторые специалисты работают свыше нормы, а зарплату получают стандартную. Не ваша это, Динарич. Я говорю, вот, ваши руководители, которые зарплату... Вот она получает зарплату за то, что я здесь мог, а вы получаете зарплату за то, чтобы ей удобно было работать. Человек работает реально на три ставки, получает одну. Спрашивает, где остальные две ставки? Куда девается? Большую нагрузку врачи испытывают из-за дефицита кадров. Главный врач Федоровской ЦРБ сообщил, что им не хватает восьми специалистов. В ответ на это Южан Бертанов поручил их найти. Восемь врачей нужно, чтобы больница соответствовала государственному стандарту. Ваша задача, ваша ее задача, чтобы эти восемь врачей были в этом году. Дом построить, квартиру построить. Ваши квартиры. Подъемные дайте. Но если этих восьми врачей не будет, просто мы придем и закроем ваше учреждение. Потому что оно не соответствует стандарту. А вот вопрос оснащения Федоровской больницы министр намерен рассмотреть. Что я вижу? Вижу, что нужно очень серьезно вложиться в оборудование. Особенно для хирургии, для реанимации. Будем этот вопрос ставить. По информации Управления здравоохранения, проблема дефицита кадров в регионе постепенно решается. В прошлом году в Кустанайскую область прибыл 101 молодой врач. 70 из них остались в городе и 31 уехал в село. Южан Бертанов акцентировал внимание на том, чтобы привлекать специалистов подъемными средствами и жильем. Монарбек Косков, Наталья Басмурзина, РТН, Федоровский район. А министр образования Куляш Шамшеддинова, в свою очередь, посетила ряд своих подведомственных объектов. Главное, на что она обращала внимание, трудоустройство выпускников колледжей и вузов. Кроме того, говоря о качестве образования в школах, министр сообщила, что с этого года акцент будет сделан на повышение квалификации учителей с упором на классных руководителей и школьных психологов. В первую очередь, министр интересовал вопрос трудоустройства выпускников и развития дуальной системы обучения в нашем регионе, при которой студент часть учебы проводит на будущем месте работы. Вот самое главное, сейчас очень правильные слова сказали, что вы приняли участие в разработке самой учебной программы. Значит, теперь вы после этого выпускников наших в колледже принимаете на работу. Обязательно. И сколько человек ежегодно идут? Ну, вообще, ребята всегда проходят у нас практику ежегодно. Мы очень много лет уже сотрудничаем с колледжем, очень много. Вот сколько детей вы принимаете на работу? Вот в этом году, допустим, я знаю, что три человека даже учатся и уже устроились на работу. В Политехническом колледже министру показали кулинарные проекты студентов, которые готовятся к конкурсу. Также объяснили, что преподаватели колледжа проходят стажировку за границей, после чего обучают студентов современным навыкам кулинарии. И многие даже открывают собственное дело. А ваши выпускники, которые в будущем, раньше заканчивали, есть такие, которые открыли свое дело? Есть такие, которые открыли, да, свое дело. Многие работают именно в хлебопекарных предприятиях на БНСУ, которые с тесто с нами сотрудничают, то есть как бы нашими соцпартнерами являются. Хорошо. А как сюда поступают дети с высокими баллами? Да, аттестат на конкурсной основе. В этом году большой конкурс был. В Кустанайском госуниверситете министру показали новый смарт-центр, где свой досуг проводят студенты. Здесь Куляш Шамшидинова решила задержаться, чтобы пообщаться со студентами и ознакомиться с их проектами. Каждый же хочет, чтобы ребенок родился. Хорошо, успехов. Я очень хотела бы, чтобы вот этот дух состязательности в молодежи был. И вообще, чтобы этот центр был центром притяжения всей молодежи Кустанайской области. Чтобы вся молодежь оставалась в вузах, университетах нашего региона. Чтобы система непрерывного образования. После всех экскурсий Куляш Шамшидинова пояснила, что приехала к нам, чтобы рассказать о новых задумках в сфере образования. К примеру, в скором времени в Казахстане будет построено 190 новых школ. И мы здесь тоже разработаны совершенно новой методикой. Если частный инвестор идет, строит школу, мы затем тоже будем начинать ему стимулировать за каждого ученика, который обучается. Впервые этот проект, пилотный проект, пойдет в городе Нарсултан, где город прошел на подушевое финансирование. Поэтому в ближайшие три года 144 тысячи учителей будут повышать квалификацию. В первую очередь повышение квалификации. В этом году впервые мы начинаем обучать психологов и классных руководителей. Понимаем, что есть серьезные проблемы в школах, связанные с поведением, с другими вещами, связанные. Поэтому будем обучать. Кроме этого, ОМОН объявила и о постройке студенческих общежитий частными инвесторами. Государство же будет оплачивать частнику за каждое место в общежитии. Манарбек Касков, Камила Солкомбаева, РТН. Обновление Парка Победы, улица в честь доктора Герасимова и 10,5 миллиардов тенге. Об этом и не только после рекламы. Продолжение следует...